Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. С 29 июля по 9 августа в городе Ченнайе в Индии проходит всемирная шахматная олимпиада. Принимает участие 188 стран. В каждой стране у нас, каждая страна представлена пятью участниками. Четыре основных игрока и один запасной. К сожалению, не принимает участие Россия и Беларусь из-за санкций. Ну, все вы знаете эту спортивную ситуацию, то, что нас отовсюду исключили. Но, тем не менее, очень много сильных шахматистов принимает участие. Будет у нас очень много поединков. Соперники сыграют между собой по швейцарской системе в 11 туров. То есть, каждая страна будет играть с определенной страной и победитель у нас будет выявлен по наибольшему количеству набранных очков. Ну, а если будет равенство, то уже дальше идут дополнительные показатели. Я буду показывать вам 10 самых интересных поединков. Нормально, хорошо так разберу партии и основные события мы в любом случае захватим. И в конце я буду показывать турнирную таблицу с положением стран-участников. Конечно, все партии никак не получится охватить. Сами представьте, друзья, 188 стран. Это у нас будет более, получается, 200 партий, если не больше, ежедневно играться. Понятное дело, что обозреть такой объем просто физически нереально. Поэтому 10 партий, думаю, вполне будет достаточно. Ставим лайк. Это позволит видео продвигаться в рекомендациях. Подписываться на канал не прошу, потому что сейчас алгоритмы сменились. Если вам понравится то, что вы увидите, если вам понравится то, что я делаю, тогда можете оформить подписку, чтобы следить за дальнейшими моими обзорами. Ну, а сейчас давайте приступим к рассмотрению партий. Внимание на экран. Сейчас на ваших экранах вы видите формат турнира Всемирной шахматной олимпиады. 11 туров нас ждет по швейцарской системе. 4 доски от каждой страны. Временной контроль 90 минут плюс 30 секунд добавления после каждого хода. И также 30 минут добавляется после 40 хода. Игроки не могут соглашаться на ничью до 30 хода. Вот такие правила. Турнирное положение участников после 9 туров Всемирной шахматной олимпиады сейчас мы с вами видим на экране. На первом месте Узбекистан, на втором команда Индии под номером 2, на третьем Армения, на четвертом Индия, на пятом Нидерланды, на шестом Азербайджан, на седьмом Турция, на восьмом Иран, на девятом США, на десятом Сербия, на одиннадцатом Франция, на двенадцатом Чехия, на тринадцатом Испания, на четырнадцатом Англия, на пятнадцатом Украина, на шестнадцатом Израиль, на семнадцатом Германия, на восемнадцатом Италия, на девятнадцатом Венгрия и на двадцатом месте Молдова. Вот такая двадцатка сильнейших. В десятом туре играет команда Индии под номером 2 против Узбекистана, важнейший стыковой матч, борьба за золото. Азербайджан играет против Армении, Соединенные Штаты Америки против Турции, команда Ирана против Индии, команда Сербии против Нидерландов, команда Испании против Чехии, команда Венгрии против Украины, команда Германии против Израиля, команда Англии против Италии и команда Франции против Литвы. Поскольку шахматная олимпиада подходит к концу, сегодня мы не будем с вами смотреть партию из рубрики Курьез дня, а сосредоточимся на самых важных поединках, причем партии будет не 10, как обычно, а 11. Белыми играл Фабиано Круана, черными играл Мустафа Ильмас. Матч Соединенные Штаты Америки против Турции. После Е4-C5 Конь Ф3-D6, Д4-CD, Конь Д4-Конь Ф6, разыграна сицилианская защита, Конь С3-А6, черные выбирают вариант Найдерфа, Ф3, белые подкрепляют пешку на поле Е4, черные отвечают Е5. После Конь Б3-Слон Е6, Слон Е3-Слон Е7, Ферзь Д2-рокировка и длинная рокировка, наступает очень интересная борьба. Поскольку сейчас на доске разносторонней рокировки, то это диктует сторонам планы с взаимными пешечными штурмами. Конь Д7-Ж4, вот началось, и Б5, также черные не отстают. Ж5-Конь Аш5, Король Б1-Конь Б6, Ферзь Ф2-Конь С4, Слон Бьет С4-БЦ и Конь А5, играет Фабиано Круана. Очень интересный ответ. Дело в том, что нельзя забирать этого коня, поскольку в этом случае мы ловим Ферзя. Некуда Ферзю уходить, кроме как на Б4, и после А3, такая симпатичная ловушка, просто поймали белые Ферзя. После Конь А5 играют Ладья С8, черные не пуская коня на поле С6, теперь Конь Д5, играют белые, и после Слон Бьет Д5, Ладья Бьет Д5, теперь уже Конь на поле А5 надежно защищен Ладьей. Слон Бьет Ж5, но, как мы видим, черные съели пешку. После Слон Ж5, Ферзь Ж5, Ладья Бьет Д6, белые пешку отыгрывают и нападают на пешку на А6, Ф5, Конь С6, и вот в этой позиции черные не находят сильнейшее продолжение. Позиция очень острая, сложная, и здесь Ладья СЕ8, играют черные, и этот ход очень серьезная ошибка. Как мы видим, белые напали на пешку на поле Е5, и было очень сильно сыграть ФЕ. Мы просто съедаем пешку, теперь пешка Ф связана, но проблема белых, вернее черных в том, что после ухода Ладья Ж1 угрожает Конь Е7. Выигрыш качества, и в любом случае придется это самое качество отдавать, играть Ладья Бьет С6, иначе Ферзь просто перегружен, он никак не может контролировать поле Е7. Ладья Бьет С6, очень сильный ответ. Теперь, если белые забирают на поле Ж5 Ферзя, то после хода Ладья Бьет Д6 не успевают белые еще забрать и Коня, так как будет ход Ладья Д1 мат. И здесь у черных еще и полная компенсация, поскольку дальше они возьмут на поле Ф3, поэтому здесь сразу же игра резко переменится. Ладья Бьет С6 сильнейший, тогда Ферзь Ф5. Ладья Ц7, и Ферзь Бьет Ф3. После этого позиция получается очень интересная, острая. Мы видим, что Конь на поле Х5 защищает пешку на поле Ж7, у черных сейчас уже две пешки за пожертвованные качества, и если белые возьмут на поле Ф3, то они рискуют только проиграть, потому что черные возьмут, естественно, пешкой. Ну, а так позиция получается вполне хорошая у черных. Там Конь где-то на поле Ф4 может скакать, но не сразу, а сначала нужно пункт на поле Ж7 защитить. Ну, в общем, вся борьба была бы впереди. Итак, Ладья Е8, теперь после Ферзь С5 белые вновь нападают на пешку на Е5 и на пешку на С4. Ну, и тут черные совсем растерялись и сделали еще один ужасный ход, который сразу проигрывает партию, а именно ход КХ8. Снова можно было сыграть ФЕ, после Ферзь Бьет С4, Шах, КХ8. Правда, здесь после ФЕ, Конь Ф6, Ладья Е1, Ферзь Х4, Ладья Е2, Конь Ж4. У белых позиция с перевесом. После Б3 черные отъедают пешку на поле Х2, белые играют КБ2 и за счет того, что пешка на А6 у черных очень слаба, у белых в перспективе в Эншпиле образуется три связанных проходных. У черных, правда, тоже есть две связанных проходных, поэтому здесь еще борьба вполне могла бы быть. Но после хода Ферзь С5 черные сыграли КХ8. Теперь белые просто съедают пешку на поле Е5 и теперь уже черные не успевают съедать пешку на Е4, так как будет Конь Ф7 вилка, скрытый удар и сразу же белые побеждают. Поэтому после хода Конь бьет Е5, Ферзь Ф4 играют черные, но теперь Конь Д7 и выяснилось, что еще и теряется качество, к сожалению. А как ходить? Ферзь бьет Ф3, играют черные, нападая на Ладью. Ну и после хода Ладья Ц1 все стало понятно. Дело в том, что здесь как ходить? Если, например, убирать Ладью на поле Ж8, то будет ход Конь Е5. Двойная угроза, висит, как мы видим, Ферзь и висит мат на поле Ф7. То же самое будет при отступлении Ладьи на поле Ф7. Также будет Конь Е5 вилка и черные будут вынуждены отдавать качество. После Ладья Ц1 Конь Ф6 играют черные, но это уже конец. Спокойно белые съедают качество. После Конь Ф8 Конь Е4, Ладья Е6 очень сильный ответ. Черные думали, что они тоже объявят вилку. Но ход Ладья Е6 явно выбыл из их поля зрения. Потому что, а как теперь ходить? Если мы забираем на поле Ц5, то белые съедают Ладью на поле Е8. И здесь сразу же белые побеждают, поскольку у них получается две Ладьи за Ферзя, плюс у черных очень слабый король. Если же забирать, например, на поле Е8, то будет, конечно же, ход Ферзь Ц8 с нападением на Ладью и также угрозой Мата, вскрытого Шаха и Мата на поле Ж6 Конем. Ну, в общем, позиция здесь получается уже безнадежная. У черных после Ладья Б8, так сыграли черные, Ферзь Е5 играет Фабиана Круана, и тут черные просто сдались. Во-первых, ход Конь Ц3 Шах ничем не страшен, потому что просто король уйдет. Висит Ладья на поле Б8. А если забирать Коня, поскольку сейчас у белых уже просто лишняя Ладья, то тогда будет ход Ладья Е8 также с матом очень скорым черным. И здесь белые побеждают. Команда Соединенных Штатов Америки выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Виктор Эрдос, черными играл Антон Коробов. Матч Венгрия против Украины. В этой партии у нас была разыграна сицилианская защита, вариант Рассалима. После Конь Д4, значит, СД Конь Д4, Конь Ф6 рокировка, А6 Слон А4, Ж6 Ладья Е1, Б5 Слон Б3, Слон Б7 С4, Б4 играют черные и ходом А3 белые подрывают пешку на поле Б4. Ба Ладья бьет А3, Е5 Конь Ф3. И здесь Антон Коробов забирает пожертвованную пешку на поле Е4. Мы видим, что белые пожертвовали пешку, но дальше белые играют очень энергично. Они играют еще и С5, наносят удар в сильном пункте, подставляя пешку под все бои, но хотят как можно скорее попытаться добраться до черного короля. Конь Д бьет С5. Антон Коробов пока спокойно все забирает. Слон А4 шаг, и вот тут выяснилось то, что у черных проблемы. Пришлось играть король Е7. Дело в том, что если закрываться, например, конем, то здесь белые побеждают после удара Конь бьет Е5. Такого страшного удара. Теперь на ДЕ ладья Д3, завязывая просто черных морским узлом, надо играть Конь Ф6. Тогда, ну если, например, С8, то тогда Конь останется без защиты. Поэтому Конь Ф6. Тогда ладья бьет Е5 шаг, С1 Е7 и С1 H6, не позволяя черному королю рокировать. У черных здесь громадные проблемы, и здесь они не выживают. Если после хода С4 шаг сыграть Конь бьет А4, то после ферзь бьет А4 шаг, ферзь Д7, ладья бьет Е4. Получается так, что если теперь черные забирают на А4, то белые уводят ладью из-под удара и просто остаются с лишней фигурой. Ну а здесь ход Ф6 есть у черных сильный, то есть здесь еще борьба могла бы продолжаться. После ладья Б4, ферзь бьет А4, ладья бьет А4, слон С6, ладья А5, слон Е7, конь С3, слон Д8, ладья А1 и Д5, приглядимся к этой позиции. Здесь мы видим с вами, что не хватает фигуры у черных, но у них очень мощные пешки центральные, и оценка компьютера здесь, как ни странно, даже не очень-то и высокая. Всего лишь в районе одной пешки в пользу белых. Теперь давайте вернемся после слона А4 шах. Антон Коробов играет король Е7, и после слона С2 наступает критический момент в партии. Здесь Антон Коробов допускает грубейший зевок, который моментально проигрывает партию. На самом деле позиция черных была с перевесом, если бы черные спокойно увели коня на поле Ф6. После слона Е3 спокойно бы укрепили еще коня на поле С5, ходом ладят С8, на конь С3 спокойно заканчивают развитие ходом слон Ж7, и на Б4 спокойно отходят конем на поле Е6. Как выясняется, здесь уже белые пожертвовали две пешки, у них не хватает уже двух пешек. Король у черных в центре, но достать его здесь не представляется возможным. При правильной игре здесь черные должны были победить. Но смотрите, что случилось. После слона С2 Антон Коробов допускает грубейший зевок, играя Ф5. Он совершенно упускает из виду тот факт, что слон может пойти на поле Ж5 и объявить смертельный шаг, поскольку король попадет под шаг, а отойти он, если отойдет, то теряется ферзь. И тут, как вы понимаете, после слона бьет Е4, конь бьет Е4 и ладья бьет Е4, белые сразу же побеждают. Делать нечего, на взятие будет слон Ж5. Удивительно, как Антон Коробов зевнул такой вот простой тактический удар. Ферзь С7 играет с горе украинский гроссмейстер, но теперь после хода ладья С3 остается только сдаться. Тут уже Антон Коробов может пенять только сам на себя, потому что, повторюсь, позиция у черных была отличная. И вот ходом Ф5 они сразу же моментально получили проигранную позицию. Ферзь висит, если ферзь уходит, то ладья спокойно уходит из-под удара, и белые остаются с лишней фигурой. Плюс у черных здесь теперь еще и король ослаблен, так как ходом Ф5 черные еще и раскрыли своего монарха. В общем, разгром случился в 19 ходов. Можно только посочувствовать команде Украины, потому что Антон Коробов однозначно в этой партии подвел свою команду. Как бы не горько было это говорить. Идем дальше. Белыми играл Юлис Массарт, черными играл Титос Стримовициус. Матч Франция против Литвы. В этой партии была разыграна сицилианская защита. Конь c3, конь c6, слон g5, e6, ферзь d2, a6 и длинная рокировка. На доске атака Раузера. После слон d7, король b1, слон e7, конь c6, слон c6, f3. Белые спокойно укрепляют пешку. Ферзь c7, h4, h6, слон e3. И черные ставят блок белым ходом h5, не позволяя им сыграть g4. Слон g5, b5, конь e2, слон d7, конь f4, ладя b8. И после хода ладя c1, вот здесь черные допускают очень грубую позиционную ошибку, играя e5. Опять же, обнажая поле d5 для коня на поле f4. Вместо хода e5 надо было просто сыграть a5. И пытаться дальше надвигать пешки на ферзьевом фланге. Тем более, что король у белых находится здесь, именно на ферзьевом фланге. И ход опять со всех точек зрения полезен. Ходом же e5, что добились черные? То, что теперь белые играют слон бьет f6. Если забираем коня, то теряется пешка на поле g7. И это крайне неприятно. Потому что если ладя g8, то там слон h6. Ну и плюс на взятие коня также можно и на e7 взять. На g7, может быть, даже там и не надо брать. После хода ладя h7 слон рискует потеряться. То есть его черные ловят. А вот после слон бьет e7 король будет оставаться в центре. И позиция будет у черных грустная. Поэтому слон бьет f6 играют черные. Но теперь конь воцаряется на поле d5. Ферзь d8 g3. Слон e6 c4. И после рокировка черные закончили развитие. Но у белых явный перевес. Они играют cb, ab и ладя c6. Уже угрожает взятие. И пешка на поле d6 зависает. Слон e7, слон e2. f5 ладя d1. И теперь белые просто хотят съесть на поле e7. И забрать пешку на поле d6. После f4 gf, ef. Так и происходит. Конь e7, ферзь e7. Ферзь бьет d6. Вынуждается размен ферзей. Потому что еще зависает слон на поле e6. Ферзь d6, ладя d6. Слон f7, ладя c7. Слон e8, слон d1. После ладя f6, слон b3 шах. Король f8, ладя бьет f6 gf. a3 играют белые. Как мы видим у белых лишняя пешка. У черных еще и все пешки слабы. Ладя d8, король c2. Ладя d6, король c3. Слон d7, ладя c5. Напали на пешку на h5. И после король g7, тут еще и пешку на поле h5. Черные просто отдали. Можно было, конечно, сыграть слон e8, чтобы пешку на поле h5 не отдать. Но все равно позиция оставалась безнадежная. За счет того, что у белых серьезная инициатива и лучшее взаимодействие фигур. Да и лишний материал. Тем более, что после хода слон e8, ладя f5, еще и пешка на f4 терялась ко всем бедам. Король g7 играют черные. И просто ладя бьет h5. У белых уже две лишних пешки. После ладя c6, король d4. Здесь уже черные предпочли дальше не сопротивляться, а просто признали свое поражение. Команда Франции выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Роберт Маркус, черными играл Бенджамин Бок. Матч Сербия-Нидерланды. В этой партии у нас была разыграна новоиндийская защита. b3, слон b7, слон d3, конь d7, рокировка слон d6. Конь c3, рокировка, стороны закончили развитие. Белый фенкетирует слона на поле b2. После a6, a4, черные играют c5 и в центре начинается заварушка. cd, ed, ладя c1, ферзь e7. Конь e2, ладя e8. Конь g3, g6, не пуская коня на поле f5, куда тот стремился. Ферзь e2, конь e4. Ладя d1, cd, конь бьет d4. Слон e5, слон бьет e4, de. И конь c6 играют белые. Теперь после слон бьет c6, ладя бьет c6, повисла пешка на поле e4. Слон бьет b2, ферзь бьет b2. Ладя d8. И ладя d4 играют белые, наваливаясь на пешку на поле e4. Ну и вот здесь черные ошибаются ходом конь e5. Вернее, ходом конь c5. Здесь они как раз сыграли конь c5, чтобы защитить пешку на поле e4. Но это ошибка. А вот ход конь e5 было очень сильно. Дело в том, что этим ходом черные ставят ловушку белым. Ладя атакована. Если ладя бьет e4, связывая коня, то f5 играют черные, нападая на ладю. И ладе некуда уходить. Если ладя уходит, то мы просто съедаем на поле c6, так как связки уже больше не будет. После конь e5 сильнее всего сыграть. Ладя бьет b6. Но и здесь у черных есть хорошая контр-игра. Потому что здесь они могут разменяться на d4, влезть конем на поле d3. И дальше здесь у черных в принципе хорошая контр-игра получается. Но конь c5 играют черные, уходят в полный пассив. После h3 белые делают форточку, никуда не торопятся. Ферзь b7 защищая пешку на поле b6. Ладя d6. Ладя d6. Ладя d6. И тут ходом a5 черные допускают еще одну ошибку. Ферзь c7 было сильнее гораздо. На ферзь f6 теперь можно забрать на b3. Белые в ответ съедают пешку на поле b6, нападая на коня. Но тут ходом конь c5 черные защищают на a6 и нападают на a4. После ладя c6 ферзь e5 находится точный ответ. Ну и теперь после ферзь e5, ладя e5, a5. Белые ставят пешку, уходя ей из-под удара. И после короля g7 позиция получается абсолютно равной. Итак, ладя бьет d6. А5 играют черные. Теперь после ферзь f6 висит пешка на поле b6. Причем серьезно зависает. И угрожает h4, h5, h6. Конь бьет b3. Играют черные. Этот ход проигрывает партию. Ферзь c7 можно еще было сопротивляться. Но после h4 все равно позиция у черных была грустная. Ферзь e7. Ферзь бьет e7. Ладя бьет e7. Ладя бьет b6. Ладя c7. После h5 король g7. Здесь черные еще могли бы сопротивляться. Но все-таки у белых перевес. У них две пешки на одну на ферзьевом фланге. И есть хорошие шансы на победу. Конь бьет b3. Играют черные. Теперь после ладя бьет b6. Двойной удар. Висит ферзь. Висит конь. Ферзь d5. И ладя b5. И как теперь ходить? Ферзю некуда уходить. Потому что везде теряется конь. На всяческих связках. Если, например, играть ферзь d1. То это совсем грустно. Поскольку там после ферзь c3. Этому коню вообще практически будет некуда ходить. Конь c5. Играют черные. Но встают под связку. Теперь король h2. Конь d7. Попытка развязаться. Но после ферзь бьет g6. Шах. Белые продают жизнь ферзя подороже. hg. Ладя бьет d5. Забирают пешку. Атакован конь. Атакована пешка. Конь f6. Ладя бьет a5. И белые остались просто с двумя лишними пешками. Ладя c8. Ладя e5. Ладя c4. a5. Ладя a4. a6. После король g7. a7. Белые так или иначе пытаются отвлечь ладью черных. Ладя бьет a7. Тогда конь бьет e4. Ну и после конь g8. g4. Получается окончание 4 на 2. Это легко выигранная позиция. f6. Ладя e8. f5. gf. gf. Конь d6. Пешка на поле. f5 повисла. f4. e4. Конь h6. Ладя e6. Кроль h7. f3. Кроль f6. Конь c5. Конь e5. Шах. Король e3. И тут наконец-то на 51 ходу черные сдались. Команда Сербии выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Шахрияр Мамедьяров. Черными играл Габриэль Саргисян. Матч Азербайджан против Армении. В этой партии у нас был разыгран ферзевый гамбит. Слон e7. Слон f4. Рокировка e3. Конь d7. c5. Белые задвигают пешку. Закрывая игру на ферзевом фланге. c6. b4. b6. h4. a5. a3. После слона h6. Слон бьет a6. Ладя бьет a6. Белые прорываются ходом b5. cb. c6. Ферзь c8. c7. Создается такая вот мощнейшая пешка-гвоздь. b4. Конь b5. a4. Играют черные. И вот в этой позиции Шахрияр Мамедьяров на 16 ходу допускает очень серьезный просчет. Играя ферзь c2. Это очень грубый зевок, поскольку теперь белые просто подставляются под тычок b3. Ходом ладя c1 получалась совершенно неясная позиция. Но, как выясняется в анализе, черные везде держались. Дело в том, что ходом ладя c1 белые грозят сыграть слон d6. Затем поменяться на поле e7 и прыгнуть конем на поле d6. После чего пешка на поле c7 защищена ладьей. И у черных огромные проблемы, потому что их ферзю некуда будет просто уходить. Ладя a8. Тогда слон d6. Слон d6. Конь d6. Ну и тут единственный ход находится у черных. Ход ферзь a6. Причем этим ходом черные еще и не дают белым маркировать в короткую сторону. Начинается очень острая игра. Конь e5 и конь e4. Чуть ли не единственный ход, который позволяет держаться. Конь бьет d7. Конь бьет d6. Конь бьет f8. Король бьет f8. Тут черные жертвуют качество. Но после ab ферзь b5. Ферзь c2. Ферзь бьет b4. Шах. Король e2. У белых король остается в центр. Черные тоже играют король e7. И получается очень острая игра. Король f3. Ладья c8. Ферзь бьет h7. А3. Чем дело закончится, совершенно не ясно. Но позиция получается совершенно иррациональной. То есть, как мы видим, у белых мощнейшая пешка на поле c7. Которая пока надежно заблокирована. Вот-вот рухнет пешка на поле g7. И пешка h пойдет в ферзи. Но у черных также бегут пешки ферзи на ферзьевом фланге. Оценка компьютера здесь, как ни странно, примерное равенство. То есть, черные здесь, несмотря на то, что у них не хватает качества, вполне могут играть даже на победу. Например, они хотят сыграть конь c4 и забрать пешку на поле c7. После чего у черных будет две связанных проходных на ферзьевом фланге. Очень острая позиция. Но после хода a4 шахлияр ошибается, играя ферзь c2. Следует b3, ферзь e2, ладья a8, ладья c1. Слишком поздно. Ферзь a6, играют черные. И теперь конь d6. Еще ошибается шахлияр мамидьяров. Но позиция уже очень сложная. g4 можно еще было сыграть белым. Вот так вот рубануть. Но после конь g4, ладья g1, h5, все равно выясняется, что у черных везде в вариантах перевес. То есть коня на поле g4 они просто укрепили. У белых нету возможности создать здесь какую-то атаку. Теперь после конь d6 играют b5 черные. И конь на поле d6 висит. Конь бьет b5, ладья c8. Конь d2, ферзь b6. Постепенно черные окружают пешку на поле c7. Вот эту самую занозу. Типом и заботой. Конь b1, ладья a5, напали на коня. Конь c3, слон d6. Все, пешка падает. Слон d6, ферзь d6. Рокировка. Белый заканчивает развитие, но после хода ферзь бьет c7. Позиция черных с большим перевесом. Тут просто оценка минус 6 в пользу черных. Потому что белые фигуры полностью стеснены. И у черных, как мы видим здесь, на ферзевом фланге полный порядок. Конь a2, ферзь b7, ладья c8, ферзь c8. Размены не приносят облегчения белым. Ладья c1, ферзь b7. Конь b4, ладья a8. f3, ладья c8. Ладья c3, h5. Король f2, ладья c7. Ферзь a6. Играют белые. И теперь после ферзь a6, конь a6. Ладья b7. Черные не меняют, как мы видим, ладьи. Ладья c6, конь e8. Король e2, король f8. e4, ладья b6. И теперь вынуждается размен уже с хорошими условиями для черных. Ладья b6, конь b6. e5, король e7. Король d3, король d8. Конь c5, конь c7. Конь c3, конь c4. Играют черные, нападая на пешку на a3. g4, g6. gh, gh. f4, король e7. Все возможные подготовительные ходы, нужные, были сделаны. Теперь белые съедают пешку на a4. Черные играют b2. Вынуждается ход король c2. Теперь конь b5. Грозит конь бьет a3. И пройдет ферзь. Поэтому взятие на b2 вынуждено. Конь бьет a3, шах. Король b3. Конь бьет b2. Король бьет b2. И после конь c4, шах. Король e3, конь e3. И стало понятно, что черные все-таки выигрывают в этом окончании, так как ходом конь g2 они выиграют пешку. f5, конь бьет f5, конь d3, король f8, конь f4, конь g3. Черные успевают защитить пешку на поле h5, что очень важно. Здесь, например, ошибочно было бы забрать на поле и h4, так как ходом конь f4 белые съедали пешку h. А ее жизненно необходимо оставить в живых, что и делает Габриэль Саргисян. Теперь после король d3, король g7. Король e3, король h6. Черные защищают пешку h своим королем и угрожают конь f5 с выигрышем пешки. Либо h4, либо d4. Белые попадают в цубцванг. Король d3, конь f5. Конь g2. Из последних сил защищается шах. Габриэр Мамедьяров, король защищает пешку на d4, а конь пешку на поле h4. Конь e7, король e3, конь g6, король f3. И теперь король g7. Играют черные и хотят уже перебросить короля, например, к полю c4. Король e3. Но здесь меняет план Габриэль Саргисян. Можно, конечно, было бросать короля. Но еще сильнее прорыв. f6, еf. Король бьет f6. Король f2. e5. Этот прием в окончаниях называется расширение плацдарма. То есть, когда черные разменами пешек делают, то есть, ну, дают дорогу своему королю, да? Потому что король в эншпиле всему голова. Король e3, король f5. Конь e1, e4. Все. Король проникает. И все заканчивается. Конь g2, король g4. Король f2. И конь f4. Последний припечатывающий ход. Если конь уходит, то теряется пешка h. Вся оборона рушится. Ну, а после конь e3, к примеру, шах. Просто забираем пешку. И конь на f4 защищает пешку на поле d5. Позиция так или иначе, но безнадежная. У белых после хода конь f4. Также пешечное окончание тоже безнадежно. Без пешки. Поэтому здесь Шаклияр Мамедьяров признал свое поражение на 67-м ходу. И команда Армении выходит вперед. В важнейшем противостоянии. Идем дальше. Белыми играл Сантош Куджирати Видит. Черными играл Амин Табатабей. Матч. Индия против Ирана. Д4, конь f6, c4, e6, конь f3, d5, g3, dc, слон g2, конь c6, рокировка, ладя b8, конь c3 и черные играют b5, вцепляясь в пешку на поле c4. Позиция получается очень острая. Каталонское начало. Белый прыгает конем на поле e5. После конь e5, d, e, конь d7, ферзь c2, слон b7, слон b7, ладя b7, ладя d1, c6, конь e4, ферзь c7. b3, играют белые, подрывая все-таки ферзевый фланг. Конь бьет e5, слон f4, слон e7, bc, bc, ферзь c3, f6, вынужденно, конь g5, очень остроумный ответ. Если забираем на поле g5, то слон бьет e5 и будет висеть пешка на поле g7. Одновременно сейчас висит пешка на поле e6. Слон b4, не менее остроумный ответ от Амин Табатабея. Ферзь d4, ферзь b6, слон бьет e5, ферзь бьет d4, слон бьет d4, ферзь fg и ладя c1. Играют белые, нападая на пешку на поле c4. Король f7, играют черные, защищая пешку на поле g7, которая висела. Пешка на поле c4 гибнет, и пешка на поле c6 становится явной слабостью. Слон e7, ладя бьет c6, ладя d8, ладя d3, слон f6, слон e3, после ладя бьет d3, ed, ладя d7, ладя a6, ладя бьет d3, ладя бьет a7, шах. Король g6, ладя a4, получается ладейно-слоновое окончание, которое при правильной игре должно закончиться в ничью. h5, h3, h4, g4. Ситуация на королевском фланге стабилизировалась. Слон e5, ладя e4, слон f4, играют аминта бетабей, переводя игру в ладейное окончание. После ладя бьет e6, шах, король f7. Ладя e4, ладя a3. Слон бьет f4, gf, ладя бьет f4, шах, король g8. У белых уже две лишних пешки, но сейчас висит на a2 и на h3. Ходом g5, видит, нападает на пешку на поле h4 своей ладьей. Ну и вот здесь, конечно, не угадал, к сожалению, аминта бетабей. Делая проигрывающий ход, ладя бьет h3. В то время как ничью давал, на самом деле, очень интересный, но сложный ход, король h7. С угрозой король g6. Мы отдаем пешку с шахом уже третью, то есть у белых три лишних пешки, но после хода король g6 висит на g5 и на a2. И за счет очень активных фигур здесь белые не могут добиться победы. Но это было очень тяжело понять. Ладя g4, ладя бьет a2. Король g2, тогда ладя a3. Отрезаем короля по третьей горизонтали. И на ладя g3 просто ладя a4, продолжая стоять. Дело в том, что очень невыгодное положение у белых фигур. Если ладя уходит, то теряется пешка на поле g5. Нет ухода f4, так как ладя это поле контролирует. Также нет ухода h4. И здесь, как ни странно, но черные просто ставили крепость. Белые не в состоянии были здесь добиться победы. Итак, g5, ладя бьет h3, ход, который проигрывает партию. a4, поскольку теперь пешка a устремляется вперед. Король h7, но вот в этой позиции Сантошвидит проходит мимо прямого этюдного выигрыша. Он играет f3, а этот ход должен был снова закончить партию в ничью. К победе приводил ход g6. g6, идея в том, чтобы не дать черным стать королем на поле g6 самим. Король бьет g6, теперь f3. И угрожает ладя g4, шах, и король g2 с ловлей ладьи. Если же переходим в пешечное окончание, то оно абсолютно безнадежно для черных, так как у белых есть отдаленная проходная. Король h5, a5, ладя g3, шах, король h2, ладя g6. Все ходы, как мы видим, вынуждены. Теперь ладя f5, шах, король h6 и ладя b5. И вот он, решающий цукцванг. Если ладя уходит, то просто даем шах, и пешка идет на поле h6. Позиция безнадежна, так как грозит ладя b6 с разменом ладей. Надо играть король h7, тогда ладя h5, шах. И после король g8 ладя бьет h4, белый успевает встать ладьей сзади своей проходной. Ладя h6, ладя h5. Здесь, кстати, когда играем ладя h6, лучше всего сыграть ладя h5. И вот это уже дает выигрыш. Ладя a4, как ни странно, по таблицам Алманосова, это ничья. Но здесь без таблиц эншпильных очень тяжело, на самом деле, конечно, анализировать. Но вот именно ход ладя h5 дает победу. И дальше белые подтягивают короля, как раз-таки бегут королем к пешке на поле a5. И в итоге должны одержать победу. Итак, король h7, f3. Теперь после ладя g3, шах, король f2. Вот здесь не находит спасительного ресурса иранский гроссмейстер Амин Табатабей, играя ладя h3. Ладя бьет g5, приводила к ничьей. Ладя бьет h4, шах, король g8. И теперь после король e3, король f7, пешка не идет на a5. Черные ее контролируют. Окончание получается 2 на 1. Но у черных за счет активности фигур здесь полное равенство. Опять же, все именно зависит от активности черных. За счет активности они все-таки делают ничью, несмотря на нехватку материала. После короля f2, ладя h3, сейчас мы с вами как раз-таки становимся свидетелями того, что видит нашел. Видит, увидел этот выигрыш этюдный. Он играет g6, шах, 20 специальных знака. Король h6 играет Амин Табатабей. Здесь он, конечно, все понял, так как нельзя забирать пешку. Ладя g4, шах. И следующим ходом, король g2, мы ловим ладью на размен. g6, король h6. Теперь после король g2, ладя g3, шах, король h2, король h5, a5, вынуждается взятие на g6. Теперь шах, король h6 и такой же ход ладя b5. Это мы с вами уже видели. Ладя g3 играет Амин Табатабей. Король h7 мы с вами разобрали. Это приводит к выигрышу после шаха и взятия. Ладя g3, ладя b3, ладя g5, ладя a3, ладя встала сзади. И теперь после ладя c5, a6, черные не успевают заблокировать пешку. Они ее успевают заблокировать только на самом невыгодном для них поле. После ладя c8, a7, ладя a8, это не ладя, а просто какой-то пень трухлявый. Поэтому после хода f4 здесь уже просто сразу же черные сдались. У белых очень простая победа. Они играют ладя a5, играют король h3, съедают пешку на h4. И на Цукцванге так или иначе, но черные в любом случае проиграют. Команда Индии выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Войтех с Вардон. Черными играл Джейми Сантос Латаса. Матч Чехия против Испании. В этой партии у нас было разыграно английское начало. В дебюте здесь особо ничего интересного не было. Давайте промотаем этот момент с целью экономии времени. Позиция получилась примерно равной. После конь e5, конь e5, слон e5, конь d7, слон b2, ладя a8. Соперники продолжают стоять. Е4, но белые пытаются прорваться по центру. Ладя b8, ладя d1. Слон e7, еd, еd. Ладя e1, ферзь c7. Ферзь e2, h6. Форточка, полезный ход. Бьет g3, также форточка. Ферзь a7, слон d4. И вот после хода слон f6 здесь белые очень серьезно ошибаются, играя ферзь бьет e8, шах. Выясняется, что отдать ферзя за две ладьи в такой вот позиции не лучшая идея, потому что ферзь оказывается сильнее. Надо было отказаться, сыграть спокойно ферзь d3, и позиция была бы примерно равной. Ферзь бьет e8, ладя бьет e8, ладя бьет e8, король h7. Теперь после слона f6, конь f6, ладя e1, ферзь d7. У черных есть проходная пешка, плюс ферзь с конем очень опасное сочетание, очень опасный тандем. Конь c3, ферзь f5, конь e2, конь e4, ладя f1, конь d2. У черных очень активные фигуры. Ладя d1, конь f3, шах, король g2, ферзь e4. Тем не менее, белый пока защищается великолепно. Конь g1, никаких опасных отскоков у черных нет. Конь e5, шах, f3. Конь бьет f3, конь бьет f3, ферзь e2, шах, король h3 и ферзь бьет f3. В итоге получается окончание ферзь и пешка против двух ладей. И вся проблема в том, что белый никак не успевает наладить взаимодействие своих вот этих вот самых фигур. Ладя f1, ферзь h5, шах, король g2, ферзь e2, шах, ладя f2, ферзь e4, шах, король g1, f6, ладя c2, h5, h4, поскольку черные сами грозили ходом h4. h4, король g6, король h2, ферзь b4, ладя f4, ферзь e1, ладя a4, ферзь d1, напали на ладью. Ладя g2 и ферзь e1. Играют черные, нападая, вернее, защищая пешку на поле a5. a3, ферзь d1, ладя бьет a5, ферзь бьет b3, ладя a7, ферзь c3, после а4 ферзь бьет c5. Черные получили все, что хотели. У них две связанных проходных пешки по вертикали c и d. Ладя a8, d4, a5, ферзь d6, a6, c5, ладя c8, ферзь b6, играют черные, защищая пешку на поле c5. И после ладя c2, d3, ладя d2, ферзь a5. Выясняется, что нельзя забирать пешку на поле d3. Ладя g2, играют белые. Если ладя бьет d3, то ферзь a2, шах. И если король уходит на h3, то мы ходом ферзь e6 выигрываем ладю на c8. Если король уходит на первую горизонталь, то ходом ферзь b1 мы выигрываем ладю на поле d3. Ладя g2, d2, ладя g1 и ферзь бьет a6. Висит ладья и угрожает ферзь e2, шах и d1, ферзь. Позиция у белых безнадежная, поэтому здесь Войтах Звардон признал свое поражение и команда Испании выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Ромешбабу Прагнанандха, черными играл Живахир Синдаров. Центральная встреча. Команда Индии номер 2 против Узбекистана. В этой партии у нас была разыгнана староиндийская защита. Классическая система. После ладья e1, конь d7, ферзь c2, ладья e8, de. de происходит упрощение позиции. Слон e3, c6, конь a4, ферзь c7 и c5. Играют белые, задвигая пешку и стесняя черных. b5. Черные с этим не согласны, поэтому понуждается взять и на проходе. cb, ab, h3, ферзь b8, ладья d1, b5, конь c5, конь c5, слон c5. И вот здесь же Вахир Синдаров допускает зевок, играя слон e6. Он нападает на пешку на поле a2, ладьей и слоном, но зевает ход слон d6. С двойным ударом на ферзя и на пешку на поле e5. Надо здесь, конечно, вместо хода слон e6 было спокойно сыграть ферзь b7 и затем уже как-то тогда выводить слона, чтобы ферзь не попадал под бой. Слон e6, слон d6, ферзь b6, слон бьет e5. Теперь после ладья бьет a2, ладья бьет a2, слон бьет a2, выяснилось, что после слона f6, слона f6 и b3 белые зажимают слона. Он висит, ферзь a5, находит практически единственную возможность Желахир Синдаров, но ее недостаточно. Если сыграть ферзь a6, то ходом ладья d2 слону некуда ходить, поэтому ладья a8, ход вынужденный. Тогда играем e5, закрывая слона, на слон g7 еще e6 такой прорыв. Ну и после фе ладья d7 угрожает, ферзь бьет g6 с матом. И после ладья a7, ладья d8 шаг, не успевают наладить оборону, здесь черные. Поскольку если, например, король h7 играем, то сразу же побеждает ход конь h4. Пункт на поле g6 не держится, грозит мат, спасения уже нет. Ну а если, например, играть король f7, то также это безнадежно, так как можно сыграть слон d3, напасть на пешку на поле g6, к примеру. В общем, здесь позиция уже была безнадежная, также и конь h4 побеждает за белых. После b3 ферзь a5, находит остроумный ответ черные, и теперь белые тоже играют очень сильно. Завечу, что хода ладья a1 нету, потому что слон это поле держит. Ферзь бьет c6, играют белые, нападая на ладью и на слона. Поскольку после хода ферзь a5 ладья d2 ничего не дает белым, черные играют слон c3. Вот в чем идея хода ферзь a5. Теперь ладья висит, ладья d3, тогда слон b4, ну и после ферзь бьет c6, все равно позиция белых выиграна, как выясняется в анализе. Но все-таки черные здесь сразу этого слона не теряют. Итак, ферзь бьет c6, слон висит ладья, ладья e6, ход вынужденный, шах, король g7 и ферзь c2, снова припечатывая бедное животное. Ферзь a3, e5, все, решающий ответ белых. Ромежбабу Пагнананха идеально ведет эту партию. После слон e5, конь e5, ладья бьет e5, играют ферзь c3 белый и неожиданно переключаются на атаку связанные ладьи. И у черных большие проблемы. Вроде бы слона они сумели спасти, но теперь висит ладья. Ферзь c5, ферзь b2, слон бьет b3, также остроумный ответ, поскольку на взятие будет ладья бьет e2 и черные в полном порядке. Но ладья e1, просто первая линия компьютера, играет ромежбабу Пагнананха. Теперь висит слон, слона надо убирать, слон e6 и слон g4. Ладья нападает, как мы видим, на связанную ладью. f6, если f6, то слон бьет e6 и теряется фигура. Вот еще проблема в чем. Поэтому приходится играть король f6 и теперь король h2 угрожает f4. f4 снова с выигрышем. Как мы видим, черные полностью оказались переиграны, завязаны по рукам и ногам. g5, g3 угрожает f4. Спасения уже нет. Слон g4, f4. После слона f5, ладья бьет e5. Ферзь c2, шах. Ферзь c2, значит слон c2 и ладья бьет b5. Получается окончание ладья против слона. Пешки на одном фланге, но эта позиция безнадежна для черных. И дальше Жалахир Синдаров, поскольку эта партия имела принципиальнейшее значение, так как идет борьба за золото, не сдавался и играл до самого конца. Здесь были очень долгие еще баталии. То есть черные не сдавались, но у белых, как мы видим, уже лишняя пешка и качество. Но черные играли до самого конца. На самом деле, конечно, это похвальное качество, такая боевитость. То есть не сдаваться, вдруг соперник что-то зевнет. Но Ромежбабу Прагнананха железной рукой доводит партию до победы. Пешка h идет. Слон d1, король f4. Слон c2, h6. После слон g6, водя g8, решающий цукцванг. И здесь черные сдались. Поскольку если уходит слон, то водя проникает на поле g7 и пешка идет дальше. Если играем королем, то опять же цукцванг. Например, можно сыграть король e5 или король g5. Также нападая на слона и грозим дальше оттеснить фигуры черных. Так или иначе, но черные здесь в любом случае проигрывали. И после 77-го хода водя g1, Жавахир Синдаров признал свое поражение. И команда Индии выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Винсент Каймер, черными играл Аветал Баруховский. Матч Германия против Израиля. В этой партии у нас был разыгран ферзевый гамбит. Разменный вариант. Дебют также пропускаем. Особо ничего интересного здесь не было. Кроме, конечно, хода король d2. Которым Винсент Каймер показывает, что когда ферзи ушли с доски, можно сыграть активно королем. В итоге позиция получается примерно равной. После конь e4, слон b4, шах, король c2. Водя d5, водя a4 играют белые. Нападая на пешку на поле c4, слон e7, h3, ладья h5, ладья a1. И после a6, f4, ладья b5, пешка на поле c4. Все равно никуда не убежит от белых. Поэтому белые делали все самые сильнейшие подготовительные ходы. Конь d2, c5, конь бьет c4, cd, конь b6, шах, король b8. И после ладья бьет d4, ладья c5, шах. Ладья c4, ладья бьет a5, ладья бьет a5, ладья бьет a5. Получается окончание ладья и конь против ладьи и слона. При правильной игре это ничья. Конь d7, шах, король a7. Ладья e4, слон d6. Конь бьет f6. Форсированно белые выигрывают пешку. Ладья a1, ладья e8, ладья g1, g4. Ладья g2, шах. И тут Винсент Каймер ошибается. У белых были большие шансы на победу после хода король c3. На ладья g3 играем конь d5, защищая пешку на e3. А на ладья бьет h3, g5. Фиксируем структуру. И здесь дальше белые постепенно играют, например, король d4. Дальше задвигают пешки еще дальше. Ну и позиция у черных становится грустная. Король b1 же сыграл Винсент Каймер. Теперь после ладья h2, конь e4, вот здесь очень грубую ошибку допустили черные, сыграв слон c7 и зевнув ход ладья e7. Надо было играть слон b4 на конь g5 f6, конь e4, тогда f5. И после gf, gf, конь g3, ладья бьет h3, конь бьет f5, a5. Позиция получалась примерно равной. Слон c7, ладья e7, слон b6 и конь d6. Висит пешка на b7 и на f7, это конец. Слон c5, ладья бьет b7, шах, король a8, ладья d7. Ну теперь не помогает, например, ход ладья d2 со связкой, так как белые дадут шах и затем развяжутся ходом конь, бьет f7. Слон бьет e3, ладья бьет f7, ладья бьет h3, конь c4. После слон d4, ладья d7, у белых лишняя пешка, проходная, и она решает исход борьбы. Слон c5, ладья d5, слон g1, конь e5, ладья h4, ладья d6, пешка g падает. Висит на a6, на g6. Слон e3, ладья бьет a6, шах, король b7 и ладья a4. Очень важно не отдать именно пешку на поле f4. Дальше белые будут подвигать своего короля. g5, f5, слон f4, конь g6, ладья h1, шах, король a2, слон d6, ладья e4. Ну и после ладья f1, ладья e6, король c6, конь e7, шах, король d7, конь d5. Белые идеальным образом расположили все свои фигуры. И после король c6, конь f6, тут просто черные сдались. Угрожает конь e4. Повесит пешка на поле g5. Ну и здесь просто черным стало грустно. То, что позиция безнадежная, король не может пойти назад, как мы видим. Ну и все, здесь белые в любом случае должны победить. Как ходить? Поля d5 и d7 недоступны. Если играем король c5, то конь e4, вилка. Если король c7, то конь e8, вилка. То есть непонятно, как ходить, а грозит конь e4 со связкой. Ввиду того, что Цуксванг, черные признали свое поражение. Идем дальше. Белыми играл Лука Марони, черными играл Люк Макшейн. В этой партии у нас была разыграна защита Немцовича. Система Рубинштейна. Получается примерно равная позиция на выходе из дебюта. Дебют давайте промотаем. Ничего интересного тут у нас не было. Происходят вот такие вот размены интересные. Ну и возникает окончание. Постепенно. Сейчас немножечко еще с вами промотаем. Вот здесь после этого возникает у нас окончание. И вот здесь ошибаются. Вот здесь, кстати, после Вадя бьет d4. Вадя бьет d4 ошибаются очень грубо. Белые ходом еd. Это вот очень серьезная ошибка. Ничью давал ход ферзь бьет е8. Надо было забирать именно эту Вадю. Теперь Вадя висит. Вадя бьет b4. Тогда Вадя c8. Белые вторгаются. Ну и после Вадя b1 шах. Король h2. Ферзь е5. Внуждается размен ферзей. После d6. Вадя d1. Вадя c7. Король g6. Вадя бьет b7. Вадя бьет d6. Вадя бьет a7. Получается абсолютно равное ладейное окончание. Итак. Вадя бьет d4. Еd. После этого начинаются проблемы серьезные у белых. Так как ходом Вадя е7. Черные защищают пешку b. И у них в перспективе есть возможность образования проходной. На ферзевом фланге. Ферзь c4. a6. b5. ab. Ферзь бьет b5. Король g7. Ферзь c4. h4. Вадя a1. Вадя е4. f3. Вадя е3. Король h1. И после ферзи f4. Черные ставят очень красивую ловушку белым. В которую те и попадаются. Играя Вадя b1. Белые нападают на пешку на поле b7. Но это очень серьезная ошибка. Так как Вадя на поле b1 не защищена. К ничьей приводил ход Вадя g1. Только так и никак иначе. Теперь g4. fg. Ферзь e4 угрожает мат. И вынуждается повторение ходов. Король h2. Тогда шах. Король h1. Ферзь e4. Ну и у белых и у черных здесь нету возможности уклониться. Позиция равная. После ферзи f4. Вадя b1 неосторожно сыграли белые. И зевнули прорыв g4. hg. Играют белые. Если fg. То Вадя бьет h3 шах. Вот она идея. Как раз таки выясняется. Что ход Вадя b1 очень плохой. После gh. Ферзь e4 шах. Двойной удар. Объявляют черные. Отыгрывая ладью. И дальше пешка b решает исход партии. Так как она очень быстро бежит в ферзи. g4 hg. Но тогда h3. Решающий подрыв. Ферзь f1. Ферзь g3. g5 b5. И выясняется, что белые попали в цуксванг. Пешку b нельзя забирать. Будет ладя e1 с выигрышем ферзя. Ферзь не уходит. Потому что будет мат. g6 fg. Ладья a1 b4. Просто полный цуксванг на доске. gh. В итоге играют белые. Ну а что еще делать? Ладья бьет f3. Ферзь g2. Ферзь бьет h3 шах. После ферзь h3. Ладья h3. Король g2. Ладья a3. Черные защищаются от вторжения. Ладья c1. И ладья a7. Играют черные. И здесь белые сдались. Так как очень просто побеждают черные. Они ставят ладью сзади пешки по науке. И тащат ее до упора. Ферзи. Белые вынуждены будут блокировать эту пешку. И в это время король пойдет с решающим эффектом лопать пешки белых. Так или иначе. Но здесь черные побеждали. После хода ладья a7. На 49 ходу. Белые признали свое поражение. Идем дальше. Белыми играл Дамараджу Гукеш. Черными играл Надербек Абдусаторов. Наконец я решил показать еще одну партию из матча команды Индии номер 2 против Узбекистана. Поскольку мимо такого события я не мог пройти. Играют лидеры. Дамараджу Гукеш, который шел до этого момента 8,5 из 9. И Надербек Абдусаторов. Лидер команды Узбекистана. Д4, конь f6, c4, e6, конь f3, d5, конь c3, слон b4, ферзь a4, шах, конь c6, e3, рокировка. После слон d2, a5, разыгран ферзевый гамбит защита Рогозина. a3, слон c3, слон c3, конь e7, ферзь c2, b6, b3, слон a6, a4, конь e4, слон b2, конь c6, слон a3. После конь b4, слон b4, а, b, слон d3, конь f6, рокировка c5. Играют черные подрывая центр. dc, bc, e4, белые также прорываются по центру. d, e, слон e4, ладья a7, конь e5, ферзь d6, ладья e1, конь бьет e4, ферзь бьет e4, ладья d8, ферзь f3, ферзь c7, ладья d1, ладья a8, ладья бьет d8, шах, ладья бьет d8, и ладья d1. Играет Демараджу Гукеш, с целью получить окончание ферзь и конь против ферзя со слоном. Вообще, сочетание ферзя с конем считается лучше в эншпиле. Но здесь Надербек Абдусаторов допускает грубейший зевок, играя ладья c8. И это очень серьезная ошибка, которая должна была моментально проиграть партию. Не хотелось Надербеку Абдусаторову защищаться вот в этом окончании, где у белых есть проходная пешка а, плюс сочетание ферзя с конем. Ну, понятно, что коня нельзя забирать, ввиду слабости последнего ряда будет мат. И после h6 черные делают форточку, но белые могут также, например, сыграть конь d3 с прицелом к пешке на поле c5. У белых позиция была все равно лучше, но Надербеку Абдусаторов играет ладья c8. И теперь Демараджу Гукеш тоже ошибается ходом ферзь g3. К выигрышу приводил ход ферзь h5, просто никаких шансов не оставлял здесь черным, поскольку ферзь защитил коня, и грозит ладья d7. Вот в чем проблема. Теперь нету хода ладья d8, поскольку мы разменяемся, и пешка на поле f7 провиснет с шахом, и здесь сразу же белые победят. А на g6 ферзь g5 также безнадежно висит угроза ладья d7, когда моклов меч над черными, плюс угрожает ферзь f6, конь g4 и конь h6 мат. Ну, в общем, здесь разные способы есть победы. Оценка здесь просто, друзья, плюс 10 в пользу белых. Но смотрите, что случилось. После ладья c8 играет ферзь g3. Демараджу Гукеш это также дает большой перевес. f5, h3, ладья d8, ладья d8, ферзь d8. И теперь после конь d3, h4, ферзь e3, теряется пешка на поле c5. Слон b7, f3, ферзь d6, король f1. После e5, конь бьет c5. Слон c8, король e1, слон f5, a5. Ферзь c7, h6, слон c8, конь d3. Ну, казалось бы, что все, победа белых не за горами. У них здоровая лишняя пешка. Плюс еще пешка на b4 висит. Слон бьет a6, ферзь бьет e5. Ферзь b6, конь c5. Ферзь a5, король d1. Ферзь d8, шах, король c2. Слон c8, конь e4. И после хода слон e6 вот здесь наступает критический момент в партии. Здесь Демараджу Гукеш не находит сильнейшее продолжение, а именно ход конь g5. Или также ферзь d6. Кстати, ферзь d6, наверное, еще сильнее было. Висит пешка на поле b4 и висит ферзь на поле d6. Размен совершенно безнадежен для черных. После ферзь a8, король d3, еще один очень тонкий ход. И выясняется, что висит пешка на b4 и на h4. Теперь черные вынуждены играть ферзь a2 с идеей напасть на g2, на b3, пытаться объявить какой-то вечный шах. Но белые дают шах на d8, затем забирают на h4 с шахом. После король g8, ферзь d8, король h7, конь d2 защищают пешку. Слон f5, король e2, ферзь a1, ферзь d5. И здесь белые уже просто должны одержать победу. Поскольку вся контроигра черных заходит в тупик, пешка c начинает идти в ферзи, белые должны победить. Но после сухода слон e6, Дамараджу Гукеш ошибается очень грубо, играя король b2. Теперь после ферзь a8 у черных есть отличные шансы спасти эту игру ходом ферзь a3, шах. Конь c5, ферзь a3, шах, король b1, g6, король c2, ферзь a2, шах, ферзь b2, слон f5, шах, конь e4, ферзь a7, и черные грозят вторгнуться на g1. Король d3, ферзь g1, все стало совершенно непонятно. Ферзь c2, ферзь c5, ферзь d2, ферзь g1, король c2, ферзь a1, король d3, ферзь g1, черные держатся, ферзь e2, ферзь a7. Но здесь, друзья, сложилась следующая ситуация. Ведь мы с вами уже посмотрели партию, где Рамижбабу Прагнананха уже одержал победу. К этому времени команда Узбекистана проигрывала. И Надербеку Абдусаторову, чтобы спасти этот матч, неудачно складывающийся для его команды, необходима была только победа. Только выигрыш у Дамараджу Гукеша позволял команде Узбекистана удержать лидирующую позицию. Ну а как ее удержать, когда позиции безнадежные? Белые, скорее всего, могли бы предложить ничью, поскольку ничья-то их устраивала, но Надербек Абдусаторов на эту ничью просто бы не согласился. То есть он продолжал играть в заведомо проигранной позиции, ищет свои шансы. И правильно делает. Ферзь e3, ферзь a2, король d4, ферзь бьет g2, конь g5, f6, ферзь e8, король g7, борьба обострилась до предела, ферзь e7, король h6, конь f7, шах, король h5. Король здесь у черных просто побежал, и вообще все стало совершенно непонятно, висит на f3, на h3. Король c5, ферзь бьет f3, ферзь бьет f6, ферзь e3, шах, король бьет b4, слон бьет h3. Теперь позиция вообще становится абсолютно непонятной. У черных проходные, у белых проходные. Конь e5, ферзь d2, шах, король b5, слон d7, шах, король c5, ферзь e3, шах, король b4, слон f5 играет на зербе к абдусаторов. И тут после ферзь h8, шах, ферзь h6, ферзь d8, ферзь g7, нападают черные на коня, и здесь белые допускают грубейший зевок, играя конь f3. Конь встает на незащищенное поле, и тут же на зербе к абдусаторов выписывает шах, ферзем на поле, b7, это двойной удар на короля и на коня. В итоге черные остаются с лишней фигурой, и тут дамараджо гукеш, который до этого момента не проиграл ни одной партии, признал свое поражение. Вот такой вот фантастический камбэк совершил на зербе к абдусаторов, пройдя через абсолютно безнадежную проигранную позицию. Представьте, друзья, плюс 10 была оценка в пользу белых в один момент. Но на зербе к абдусаторов искал свои шансы, и в результате удача ему улыбнулась. Остается показать, что вместо ужасного хода конь f3 все еще к неясной позиции приводил ход ферзь d5. После ферзь e7, c5, ферзь e6, ферзь d1, шах, король h6, конь c4, g5, и белые, и черные пытаются протащить свои пешки ферзи. Позиция сумасшедший дом, все совершенно непонятно. Если подключить движок, то он говорит, что на доске примерное равенство. Вот так вот, друзья, закончился этот поединок. Надербек Абдусаторов на 72-м ходу одерживает победу и спасает, спасает Узбекистан матч, сыграв с командой Индии номер 2, 2-2. Но сейчас, друзья, мне не остается ничего иного, поскольку мы с вами посмотрели все самые интересные поединки. Сегодня был предпоследний тур, завтра у нас будет последний тур Олимпиады, и в итоге все решится в последнем туре. Но сейчас уже становится понятно, что команда Узбекистана, скорее всего, удерживает первое место. Так вот, мы с вами посмотрели все партии, мне не остается ничего иного, как вместе с вами посмотреть результаты всех остальных участников и турнирное положение после 10 туров. Внимание на экран. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared That you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Let it's your chance to be ruthless Положение участников после 10 туров следующее На первом месте Команда Узбекистана На втором Команда Армении На третьем Команда Индии Под номером 2 На четвертом Команда Индии Основной состав На пятом месте Соединенные Штаты Америки На шестом Нидерланды На седьмом Испания На восьмом Англия На девятом Германия На десятом Сербия На одиннадцатом Молдова На двенадцатом Франция На тринадцатом Иран На четырнадцатом Турция На пятнадцатом Венгрия На шестнадцатом Азербайджан На семнадцатом Греция На восемнадцатом Польша На девятнадцатом Украина И на двадцатом Месте Казахстан Ну и остальных Участников Как обычно Давайте промотаем Бегущей строкой Смотрите Ищите свою Смотрю Страну И я Буду Довольно Быстренько Проматывать Если Обзор Вам Понравился То ставьте Лайки Подписывайтесь На канал И включайте Колокольчик Чтобы не пропустить Новые Интересные Видео На моем Канале Также Для вашего Удобства Если вы Щелкните На левую Конечную Заставку То вы Увидите Обзор Предыдущего Тура Всемирной Шахматной Олимпиады Справа Будет Обзор Следующего Тура Или же Алгоритм Ютуба Подберет Для вас Какое-нибудь Интересное Видео Ну и Если Вы Смотрите Обзор Первого Тура Всемирной Шахматной Олимпиады То Также Слева Алгоритм Ютуба Наверняка Подберет Для вас Что-то Интересное И полезное Все Сделано Для вашего Удобства Чтобы вы Не потерялись И посмотрели Всю Шахматную Олимпиаду Целиком Надеюсь Что вы Оцените Эти Старания Поставите Лайк Подпишитесь На канал Напишите Какой-нибудь Комментарий Для продвижения Этого Видео И Также Добро Пожаловать В мою Телеграм Группу Все Ссылочки Вы Можете Найти В Описании В Телеграме Вы Можете Найти Как Интересные Новости Из Мира Шахмат Так И Мои Различные Обучающие Видео Которые Наверняка Вы Могли Пропустить Поскольку На моем Канале Больше Двух С С вами был Олег Саламаха Играйте В шахматы Любите Шахматы И Увидимся На обзоре Следующего Тура Или Следующего Супер Турнира Счастливо